Во время месячника по благоустройству, который стартует в Самаре 1 апреля, предстоит убрать в общей сложности 42 миллиона квадратных метров территорий. Об этом на заседании Думы городского округа Самара с участием главы города Елены Лапушкиной рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. В Самаре территории внутригородских районов занимают 23,5 миллиона квадратных метров. Зоны общего пользования – это парки, скверы, бульвары, почти 6 миллионов квадратных метров и около 13 миллионов квадратных метров территории автомобильных дорог. Все площади в течение месяца нужно привести в порядок. К участию в субботниках приглашают всех жителей города – работников заводов и предприятий, муниципальных и учебных заведений, студентов и школьников, активных жителей Самары. Городские власти готовы обеспечить их всем необходимым. Подготовка муниципальных предприятий идет согласно утвержденному графику, шансовые инструменты, все необходимые для этого материалы муниципальными предприятиями закуплены. После сбора мусора и его вывоза на полигоны в городе начнется покраска бордюров, скамеек и урн всех элементов уличной дорожной сети. Объем работ предстоит выполнить большой, поэтому председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев призвал депутатов организовать жителей их избирательных округов – участие в месячниках, проявлении отношения к родному городу. Они имеют большое значение. Первое, конечно, это проявление неподдельной любви к своему городу, улице, двору, району. За каждым из нас избирательный округ. И в первую очередь наша задача депутата – организовать месячник в каждом дворе без исключения, чтобы ни один двор у нас не остался без внимания. Алексей Дегтев подчеркнул, в первую очередь нужно убирать прибрежную зону, сделать это важно до сброса газ большой воды, чтобы все, что накопилось за зиму, не попало в Волгу. Всего в апреле в рамках месячника по благоустройству пройдут 4 средника – 5, 12, 19 и 26 апреля, а также 4 субботника – 8, 15, 22 и 29 апреля. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.